Некоторые считают, что знакомство с Кремсом нужно начинать именно вот с этого места. Мы находимся на Зюд Тирола Плац, площадь Южно-Тирольская, можно перевести на русский. И вот прямо передо мной находятся единственные сохранившиеся из четырех, раньше их было четыре, каменные ворота города. Они так и называются, Штайнер Тор. Датируются они 1480 годом. Вообще, если говорить об истории Кремса, то следует вспомнить его первое историческое упоминание в 995 году. И уже в 12 веке Кремс, изначально который был крепостью, превращается в город. Право называться городом Кремсу дарит первая княжеская династия Австрии Бабенберге. Они предшествовали перед Габсбургами, очень известный австрийский род, который в принципе сделал Австрию одной из самых мощных стран Священной Римской империи. И отсюда мы с вами пойдем снова вглубь этого города. Мы хотим насладиться как можно подольше старинными улочками Кремса, его домами, его богатейшей архитектурой. Увидеть самые старые здания. Здесь не только 15 век, здесь есть здания, которые датируются и 12 веком, и много-много других исторических памятников. История наверняка замалчивает о многих деталях. Здесь рождались и творили художники, литераторы, воинские начальники, простые работники и виноградари. Потому что здесь, в долине Вахау, чем она известна? Тем, что здесь выращивают лучший виноград Австрии и делают самые лучшие, по мнению многих, австрийские вина. Ведь вся долина, она буквально опутана виноградными террасами. Но не об этом речь. Сегодня мы путешествуем не по долине Вахау, а по Кремсу на Дунае. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Посмотрите, какая красота! Это тот случай, когда реальность затмила все ожидания. Сегодня мы очень спонтанно собрались утром, проснулись и решили, почему бы нам не поехать в Кремс-Андер-Дунау. Кремс на Дунае – это город с тысячелетней историей. Именно с него начинается известная, воспетая в многих легендах, в стихах и в песнях, долина Вахау – гордость Австрии. Долина эта тянется вдоль Дуная на протяжении 35 километров и говорят, что самые большие достопримечательности, а их много по всей долине – церкви, руины, монастыри, виноградники – они расположены с левого берега Дуная, там, где как раз располагается Кремс-Андер-Дунау. Но смотреть на эти достопримечательности лучше с правого берега, так как открывается шикарный вид. Ну, а если вы хотите их пощупать и потрогать, то, конечно, нужно путешествовать вдоль левого берега. Есть фортальс-карты, карта преимуществ, которую нужно покупать на один день, чтобы на автобусе путешествовать вдоль всей этой долины 35 километров в одну сторону до Мелька и 35 километров в другую. Можно начинать с левого берега и возвращаться по правому берегу. Не знаю, доберемся ли мы сегодня до долины Вахау, думаю, это будет очень сложной задачей, в течение одного дня объять невозможное, необъятное, но сегодня мы наслаждаемся вот такими видами. Это ратуша, первая ратуша Кремс-Андер-Дунау. И как она сохранилась? Это просто что-то невероятное. 1452 год, 15 век. И вот такой балкончик, можно представить, как на этом балконе какие-нибудь важные государственные деятели стояли и дымили, может быть, трубкой, я не знаю, если курили вообще тогда. А может быть, просто смотрели на проходящих, фланирующих внизу элегантных, роскошных кремских дам. Либо же дама стояла там и смотрела на импозантных мужчин, которые фланировали вдоль центральной улицы Кремса. Здесь две центральные улицы. Одна называется Оберен-Ландштрасса, верхняя Ландштрасса, верхняя сельская, и Унтерен-Ландштрасса, то есть нижняя. Я не уверен, что мы находимся на именно нижней, но мне кажется, все-таки на нижней. Мы буквально 20 минут в этом городе, а впечатлений уже очень много. Он тихий, спокойный, сегодня воскресенье, магазины закрыты, но эмоции зашкаливают. И они не то, что хлещут через край, они такие, наоборот, уходят в какое-то очень спокойное, умиротворенное, тихое русло. Но давайте посмотрим, что нас ждет впереди по этой улице. А вот с этой стороны располагается такая же старинная церковь. Шпитальная церковь, Бюргершпиталь, то есть это госпиталь, гражданская больница и церковь, которая принадлежала этой больнице. 1470 год, тоже 15 век, и посмотрите, как она сохранилась. Не знаю, двери наверняка это уже новодел, но сама церковь, она буквально дышит историей. Она манит к себе, притягивает, хочется зайти вовнутрь, посидеть там во время службы, послушать звуки органа или хоральное пение. Мне, честно говоря, захотелось потрогать ручки, потому что дверь, если и новодел, но не похожа она на новодел, лет сто ей уж точно этой двери, то ручки наверняка, вот посмотрите, эти ручки, они точно, я думаю, ну 15 век, головы птиц каких-то, не знаю, райские ли это птицы, или же это какие-то птицы местные. Сверху здесь немножко все покрыто паутиной, мы уже успели заметить несколько на вид опасных пауков, и религия, она у каждого, как я думаю, своя должна быть. И раз уж мы в новом время живем, которое требует от нас совершенно по-новому находить себя в обществе, в мире, то и религия должна представлять из себя какую-то смесь, какой-то культурный микс. Но давайте посмотрим, что дальше будет по этой улице располагаться, и чем она нас порадует. Папа, ну да, пойдем в кафе какой-то. Хотел поймать, прятать с нами. Да? Да. Да. В краем Санда-Дунау время летит незаметно, погода была сначала дождливая, и она очень нас радовала, потому что нам было максимально комфортно прогуливаться этими узкими улочками. Сейчас вышло солнце. Жарковато, душно. Не то что душно, а парит, парит, жарко, душно парит. Поэтому мы решили жарить-парит пойти перекусить, потому что все начинаем нервничать. Когда голод подступает, нужно его утолить. Выбирали различные заведения. Здесь есть боулы, более-менее похоже что-то на вегетарианское, какие-то пиццерии, венырии, какие-то похожи на хуйригеры. Выбрали, не знаю, сейчас посмотрим. Возможно, вот это заведение, называется оно Папас Тапас, а сегодня еще День Пап, по-моему, в Америке. Это тоже как Сунтер и Обер, и мы не совсем разобрались. Вроде недавно у нас был Фаттер, так, День Папы в Австрии. А сейчас у нас по Инстаграму моя старшая дочь поздравляет меня. Спасибо за поздравление с Днем Папы. Ну, видимо, это американский День Папы. Я вообще предлагаю сделать каждый день День Папы и Мамы и каждый день поздравлять своих родителей, благодарить их за то, что они даровали нам жизнь, ведут нас по жизни какое-то время до момента нашего взросления. Ну, давайте не об этом, давайте о еде. Вместо того, чтобы попасть все-таки сегодня в Папас Тапас, или как это называется, Тапас Папас, называйте как угодно, от перемен мест слагаемых сумма не меняется, мы попали в другой ресторан, который находится по соседству. Вполне уютная и очень аппетитная пиццерия Аль Капоне. Но в каждом папе, в каждом отце должен быть скрыт настоящий и потенциальный Аль Капоне, по крайней мере, для своей собственной семьи. Очень неплохо нас обслужил Румын, шеф-повар даже вышел к нам, и мы немного с ним поговорили по-русски. Сам человек из Словакии 11 лет живет, Румын живет чуть более, но коллектив интернациональный, как в большинстве городов Австрии, можно встретить кого угодно. Поели мы тоже неплохо, заказали спагетти баланьеза, Настя заказала себе лазанью, малышка съела суп, немножко лазанья и немножко баланьеза. Выпили по бокалу вайс и шприцы, или вельтлиннер, грюнер, естественно. И все это нам обошлось в 37 евро. Конечно, гораздо дешевле, чем наш предыдущий визит в ресторан Skopik & Loan, где чек составил порядка 100 евро вместе с чаевыми, разумеется. Удивительное открытие этого лета Кремс Андердунау, Кремс на Дунае. Нам очень понравилась прогулка по этому живописному, тысячелетнему, маленькому и уютному городу. 25 тысяч всего лишь населения города. Очень маленькие, компактные, но, тем не менее, одного дня недостаточно. А вернее, пару часов. Мы приехали сюда в районе двух, и уже в 6.50, 18.50 нам нужно снова уезжать в Вену. Мы-то думали за час-два обойти весь город, и нам этого будет достаточно, но оказалось, что нет. Город настолько увлекателен, даже ходить по одной и той же центральной улице взад-вперед, и то доставляет массу удовольствия. Мы спустились к реке, вышли на набережную Дуная, ведь Кремс находится именно на этой легендарной волшебной реке. И отсюда уже туда дальше начинается знаменитая долина Вахау. Теперь у нас прямо вот появился аппетит увидеть эту долину. Я уверен, что это действительно сокровище. Уже здесь видны некоторые замки. Там дальше лежит Дурнштау, Мельк, еще несколько городов. Часть из них находится по левой стороне Дуная, часть на правой стороне Дуная. И чем-то сегодня Кремс мне напомнил наши прогулки по Любляне. Ну да, отличия есть. В Любляне протекает Любляница. Здесь, в центре города реки, вы не увидите, но зато есть широченный массивный Дунай. Ах да, и кстати, есть река Кремс, которая также находится здесь рядом, и она впадает именно в этом месте, в Дунай. Возможно, еще один гидроним, как и Вена, в честь которого и был назван этот потрясающий город. С вами и для вас из Австрии, сегодня из Кремс на Дуная, Эрик Чайковский с любовью. Очень разнообразный город в плане архитектуры и в плане людей, я думаю, тоже. Но об этом я не могу говорить с уверенностью. По поводу архитектуры скажу следующее. Центр исторический, красивый, со зданиями в стиле барокко. Рядом расположились здания Бидермайер. Можно уловить флер, легкий намек на готику. И все это в такой эклектичной форме, но центр плюс-минус выдержан в одной манере. Но на окраинах города мы их тоже успели краем зацепить своим взором. Мы увидели нечто другое. Здесь также можно увидеть здания 18-20 веков, но рядом с ними находятся уже современные постройки, новоделы. Но о политике я зарекся говорить. Мы сегодня говорим о прекрасном, о городе Кремс на Дуная. Кремс на Дуная. Подпишитесь на мой канал. Всем желаю всего самого наилучшего. Не жалейте своих сил и времени на то, чтобы дарить себе вот такие щедрые впечатления. Для того мы и живем в этом удивительном и прекрасном мире. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok